Библейский портал экзегет.ру представляет Сегодня на библейском портале экзегета мы будем изучать 43-й псалом. Псалом написан сынами Каримми и представляет размышления. По-еврейски это маскил, то есть учение, то есть некий такой анализ, наставление. И вот те события, о которых говорится в этом псалме, это, в общем-то, грустные события в самой еврейской истории. Потому что этот народ был отдан во власть язычников. И при этом в этом псалме говорится, что люди не теряли память о Боге. И они как бы не могут понять, а почему Господь нас отдает в руки язычников, и те начинают господствовать над нами и превозноситься. Действительно, это такой извечно сложный вопрос. Почему Господь там татаро-монгольское игот дал Святой Руси? Почему Господь пропустил нашествие Наполеона и сожжение первопрестольной Москвы? И так далее. Всегда возникают какие-то вопросы, на которые мы едва ли сможем найти ответы в этой земной жизни. Только в будущем нам будет понятно, почему, точнее, для чего Господь посылает своим людям какие-то испытания. Господь посылает нам испытания как целому народу и как каждому в отдельности. Поэтому есть противники как бы целого народа, а есть противники каждого из нас, скажем так, в отдельности. Они как бы чувствуют себя очень дискомфортно, если ничего плохого не сделают по отношению к нам. И мы видим, как и в мире существуют двойные стандарты, когда дело касается России, нашего народа, нашей церкви. Здесь как бы в понимании наших противников все средства хороши. Но с другой стороны это обнаруживает, что и у нас все не очень в порядке. Например, вот татаро-монгольское иго, чем оно было обусловлено? Преподобная матерь Ефросинья Полоцкая, она предсказала нашествие татаро-монголов. И она говорила, что Господь нашлет вам, князья за ваши междоусобицы, то, что вы не можете дружить друг с другом, нашлет на вас народ, языка которого вы не будете понимать. То есть она предсказала. А если говорить о французском нашествии, то все, что предшествовало вторжению войск Наполеона, это было время, когда русские боготворили все французское. Как граф Толстой пишет в романе «Война и мир», что наши деды говорили и думали по-французски. Они молились на эту культуру, они мыслили в категориях этой речи, этого языка. А Господь достаточно часто наказывает людей, их богами, как сказано в Писании, произведу над ними суд. Это имеется в виду боги Египта, и ими как бы Господь осуществляет наказание. И в каждом случае, когда какие-то трудности, мы с ними сталкиваемся, никто не снимает с нас вины, а почему это произошло. Значит, этот псалом имеет надписание «в конец», мы уже знаем, что это означает. То есть в этом псалме есть некие пророчества. «В конец сынам Кореева в научение». Сынам Кореева, так как здесь в славянском переводе нет слова «давиду», хотя, кстати, во многих греческих текстах похожие псалмы, все-таки это написание, но сохраняется. И в понимании Златоуста, Блаженного Феодорита, Зигабена, Псалом все-таки составлен Давидом. Но вот это написание «сынам Кореевым» означает, он был передан сынам Кореевым для песнопения. Подобное написание есть. Но иногда они прочитываются как псалом «сынов Кореевых». Хотя Юнгеров переводит по септуагенте «сынам Кореевым». А по-славянски будет «в конец сынов Кореевых в разум псалом». Здесь как бы звучание такое, что это как бы псалом самих сынов Кореевых. Но мы примем версию Юнгерова, потому что она более как бы соответствует духу псалтыри, что все-таки это псалом Давида, который дан сынам Кореевым в неком пророческом озарении, которое испытал Давид. И в еврейском прочтении получается «управителю для сынов Кораха в разумлении». И начало псалма «Боже, ушами, ушами нашими мы слышали, и отцы наши возвестили нам, а дели, какое ты сделал, в одни их, в одни древние». И далее «рука твоя истребила народы, а их ты насадил». То есть здесь говорится о тех чудесах, которые Господь совершил, когда Господь согнал, истребил языческие народы и насадил Израиль, то есть верующих в единого Бога на этой земле. Поразил народы и изгнал их. Но что интересно, в самом Ветхом Завете говорится о том, это говорит сам Господь, что Он изгнал народы не потому, что евреи такие праведные и благочестивые, а это произошло потому, что эти народы были еще более грешные, чем сами вот эти евреи. И там было условие, когда ваши грехи приблизятся к грехам этих народов, я вас буду прогонять с этой земли. И верующие евреи, конечно, понимают, что любые неприятности на святой земле – это как бы реакция божественных промыслов на какие-то нравственные колебания еврейского народа. «Ибо они не мечом своим приобрели землю», то есть евреи не мечом своим приобрели землю, и не мышца их спасла их, но десница твоя, и мышца твоя, и светлое лице твое. Здесь говорится о том, что все-таки победа, она одерживается Господом, и он осуществляет ее тогда, когда он этого хочет. И действительно, когда евреи соизмеряли свои силы, и Моисей посылал разведчиков, Сагальдатаев, посмотреть, что там за крепости, что там за люди, евреи так испугались, они говорили, мы никогда этот народ не одолеем. Мы как саранча будем перед ними, а они там все рослые, как великаны и стены крепостей до неба. «Ибо ты благоволил к ним», то есть к еврейскому народу, когда они смогли взять эту землю, точнее получить ее из рук божиих. «Ты сам, царь мой и Бог мой, дарующий спасение Якову». Дарующий спасению Якова по-славянски «Заповедай спасение Якову». Тобою поразим врагов наших, и именем твоим уничтожим восстающих на нас. И посмотрим, как это будет звучать с еврейского текста. «Боже мой, ушами своими слышали наши отцы, рассказывали нам, деяния ты соделал в их дни, в дни стародавние. Ты рукою твоею отрешил племена, а их ты насадил, ты сокрушил нации и их отослал, ибо не своим мечом они землю наследовали, и не их раменница их спасла, но твоя десница и твоя раменница и свет лица твоего, ибо ты к ним благоволил», то есть благоволил к верующим. «Ты есть мой царь Божий, заповедуй о спасениях Якова. С тобою наших теснителей мы рогами побьем, то есть как бы избадаем, с твоим именем попирать будем восставших на нас». Ну, в целом, конечно, переводы совпадают по Септуагенте и по Масоре. И мы читаем далее текст по Септуагенте, потому что она имеет для нас особое значение. Именно с этого текста Кирилл и Мефодий делали славянский перевод книг Библии. «Ибо не на луг мой уповаю, и меч мой не спасет меня», восклицает Давид в 7 стихе, «ибо ты спас нас от притеснителей наших и ненавидящих нас посрамил. О Боге будем хвалиться всякий день и имя Твое будем исповедовать вовек. Но ныне ты отринул и посрамил нас, и не выходишь, Боже, силами нашими». Что значит «не выходишь, Боже, силами нашими»? Давайте вспомним, как это звучит по-славянски. «Ныне же отринул Еси и посрамил нас, и не изыдешься, Боже, в силах наших». То есть ты не выходишь с полками нашими на битву, потому что они какое-то время начали оттерпеть поражение. «Обратил нас вспять пред врагами нашими, и ненавидящие нас расхищали себе». То есть разграбляли все наше и могли даже брать этих людей в рабство. «Ты отдал нас, как овец, на съедение, и между язычниками рассеял нас. Отдал народ свой даром, и не было множества народа при радостных восклицаниях наших». Давайте посмотрим, вот 13 стих, он достаточно сложный, как это будет звучать на еврейском языке, точнее, перевод с оригинала. «Ты продал свой народ не за деньги и богатство, не умножил ты их ценою, ты нас выставил на поругание нашим соседям, на осмеяние и глумление окружающим нас». Это же еще такая печальная картина. По Соптагенте, 14 стих, «Ты отдал нас в поношение соседям нашим, на посмеяние и поругание живущим вокруг нас». То есть, действительно, Господь может попускать, что его народ, его народы в формате христианской истории оказываются в порабощении у нечестивых. «Сделал нас притчей у язычников, кивают на нас головой народы». Ну, в случае с еврейским народом, действительно, Господь сделал их как бы притчей у язычников. Наверное, такого количества анекдотов, как о еврейском народе, нет ни о каком другом народе. Особенно сам еврей любит составлять такие анекдоты о самих себе. Вот чувство юмора, может быть, помогало им выживать в самые тяжелые моменты. «Сделал нас притчей, то есть некими анекдотами у язычников, кивают на нас головой народы». Кивают на нас, то есть говорят, «Вот они, вот те самые, как бы народ Божий, а что с ними сделать?» На нас христиан тоже кивают. Сейчас в наше время быть христианином, это не очень комфортно, это дискомфортно, потому что мир не любит людей, которые отличаются от этого мира. На нас и раньше кивали, а теперь тем более, потому что мы входим в фазу, которая называется апостасией, то есть всемирное отступление от веры. В такой ситуации реакция всегда будет негативная против верующих людей. «Во весь день посрамление меня предо мною, и стыд лица моего покрыл меня». Вот здесь говорится о том, что посрамление испытывает верующий человек, и причем иногда это говорят ему прямо в лицо. «Предо мною», то есть в лицо идет это посрамление, «и стыд лица моего покрыл меня». Что значит «стыд лица моего покрыл меня»? То есть человек краснеет буквально от этих слов, ему становится стыдно, ему становится неудобно, он чувствует себя очень неуютно в такой вот ситуации. «От голоса обидчика и клеветника, от лица врага и гонителя». То есть он говорит, что вот это посрамление, оно исходит от обидчика и клеветника, от врага и гонителя. А как соотносятся эти слова? Вот, например, первая пара «обидчик и клеветник», то есть Писание показывает нам, что самая серьезная обида – это клевета. Поэтому клеветник – это тот, который как бы бьет человека в лицо. Но клеветники, как правило, люди трусливые, они это делают за глаза, но удар получается направленный против человека. И другая пара слов – врага-гонителя. То есть имеется в виду, что вот самый опасный враг не тот, который нанес удар и отскочил, а тот, кто нанес удар и еще гонит нас, то есть преследует нас, не оставляет нас в покое, хотя он видит, что мы как подранки, пытаемся от него тойти в сторону, но он хочет нас добить. Добить, как о бесах говорят, что бесы пленных не берут. То есть они за человека вцепились, они будут до конца. Так и некоторые болящие люди, может быть, их прошлое было очень тяжелое, какие-то наркозависимые и так далее, приходя в церковь, они вот этот свой опыт прежней жизни трансформируют таким образом, что кто-то им неприятен, они вот весь день будут говорить об этом человеке. И далее Давид в этом псалме для сынов Кореевых, мы на этой версии остановились, а он восклицает, «Все сие постигло нас, но мы не забыли тебя и не нарушили завета твоего». Что значит «не нарушили завета твоего»? Имеется в виду «не солгали перед заветом твоим». Вот такое решение предлагает юнгеров, и оно отталкивается от того, что по-славянски это звучит так «не неправдавахом». «Не неправдавахом». То есть мы не скатились в какую-то неправду, вот слыша, как нас поливает грязью, то есть мы в ответ не стали поступать таким же образом. «И не отступило назад сердце наше, хотя ты уклонил стези наши от пути твоего». То есть как раньше наше сердце было предано тебе, Господи, так и теперь. Хотя раньше мы жили значительно лучше, чем мы живем теперь. Но это никак не сказывается на верности нашей. И далее. «Ибо смирил нас на месте озлобления и покрыла нас тень смертная». А почему из-за клеветы человек оказывается как бы в состоянии некой тени и тени смертной. Потому что клеветник тот же киллер. Киллер убивает тело, но он не может убить репутацию человека. А клеветник именно хочет нанести свой коварный, предательский такой выстрел из-за угла, чтобы умертвить репутацию человека того или иного. Мотивация – это всегда одна и та же – зависть. Если бы мы забыли имя Бога нашего, если бы простерли руки наши к Богу чужому, то не взыскал ли бы всего Бог? То есть здесь говорится о том, да, мы, конечно, терпим много, но мы не оставляем истинного Богопочитания. Мы молимся все тому же Богу. А если бы это было бы иначе, Господь бы с нас спросил бы, и очень строго, то не взыскал ли бы всего Бог? Ибо Он знает тайны сердца. И в окончании псалма «Но тебя ради нас умершвляют каждый день, считая за овец заколаемых». Действительно, христиан умершвляют, считая за овец заколаемых. И это делают именно ради Господа. То есть на христиан нападают не ради их самих, а ради того, что мир ненавидит Христа. Прежде всего, мир ненавидит Христа. И как следствие, они начинают преследовать христиан и даже заколают их. Вот если бы я это читал бы, там, предположим, 25-30 лет назад, меня могли бы спросить, «А кто сейчас заколает христиан?» Но мы видим, как на Ближнем Востоке головы отрубают христианам, огоряне, как информационные киллеры поливают грязью церковь. И западной церкви достаются, и восточной. «Восстань! Почему спишь?» — восклицает псалмопевец. И тут истолкование Феодорита. «Сном» называет пророк долготерпение. Как спящий не чувствует того, что делается, так долготерпеливый переносит, когда над ним смеются и ругаются. Восстанием же именует возбуждение себя к отомщению. Ну, получается, по Феодориту эти слова обращены не к Богу. «Восстань! Почему спишь?» — это как бы обращение к собственной душе. А потом идет запятая, то есть остановка. «Господи!» А это уже молитвенное обращение к Богу, а первая часть — обращение к собственной душе. «Восстань и не отринь до конца», то есть не оставляй свою веру, и Господь позаботится о тебе. А здесь уже обращение к Богу. «Почему ты отвращаешь лице твое, забываешь нищету нашу и скорбь нашу». На самом деле Господь ничего не забывает, Он видит и нищету нашу, и видит скорбь нашу. Особенно нищета. Многие люди на нашей планете живут в очень тяжелых условиях. Да, и в нашей стране таких более чем огромное количество. Я чуть не сказал достаточное количество. Ну а при чем тут достаточно? Как раз это все то, что трагично, трагично и ужасно, особенно когда мы видим нищету людей пожилого поколения. Это люди, которые, в отличие от теперешних новых поколений, они трудились всю жизнь, не покладая рук. И вот что они получили, оказались в какого-то разбитого корыта. А какие-то молодые, наглые, начинают превозноситься над ними и вершат суд. «Почему ты отвращаешь лице твое, забываешь нищету нашу и скорбь нашу? ибо душа наша унижена до праха». Что значит до праха? Сейчас бы сказали ниже плинтуса. До праха, ниже плинтуса. Утроба наша прильнула к земле. То есть нас как бы втавили в эту землю. Восстань, Господи! Помоги нам и избави нас ради имени Твоего. Ради какого имени? Ради имени Господь, которое, как мы помним, означает божественное милосердие. Поэтому вот эти слова «Помоги нам и избавь нас ради имени Твоего» можно прочитать так. «Помоги нам и избавь нас ради милосердия Твоего».